Украина предоставила США список вероятных военных объектов в России, по которым может быть применено американское дальнобойное оружие, в том числе ракеты Атакамс. Умеров рассказал, что администрация Байдена рассматривает запрос украинской стороны по снятию ограничений на использование оружия большой дальности для удара вглубь территории России. Российского континента засвидетельствовало то, что разрешение Украине на нанесение удара по территории Российской Федерации принимается в двустороннем порядке, то есть с каждой конкретной страной производителя, а не нужно коллективное согласие всех стран НАТО. Я напомню, согласно устава НАТО все решения принимаются коллегиально, но с учетом, соответственно, позиции Венгрии, Германии, были предприняты превентивные методы, чтобы, скажем, снизить возможность блокировки и принятия подобного характера решения. Снятие ограничений на использование Атакамс – это защита гражданских лиц и инфраструктуры от российских атак. Речь идет о том, что Соединенные Штаты демонстрируют свое нежелание идти на эскалацию напряжения с Российской Федерации. Причем речь идет не только о возможности нанесения ударов с использованием Атакамс по военным объектам на территории Российской Федерации. Но, я напомню, есть запрет Соединенных Штатов даже на базирование F-16 на аэродромах стран НАТО. Сейчас США по-прежнему сосредоточены на критически необходимой противовоздушной защите. Также США поставили Украину в приоритет посредством противовоздушной обороны, перенаправив в Киев 2 миллиарда долларов на средства ПВО. В свое время после разрешения бить по территории Российской Федерации с использованием Хаймерса было накрыто установки С-300 и, соответственно, полевые склады СБК. Кроме этого, было поражено ряд командно-штабных пунктов российской армии непосредственно в зоне поражения Хаймерса. У них зона поражения порядка 70 километров. То есть можем говорить о том, что, соответственно, пусковые установки С-300, которые модернизированы для нанесения ударов по наземным целям, в первую очередь на территории Украины, были бы ликвидированы, соответственно, на момент их оперативного разворачивания. То есть достаточно было бы зафиксировать момент их передислокации, момент разворачивания боевого порядка, и, соответственно, нанести удары с использованием атаков с попусковым установком, а не тратить дорогостоящие ракеты систем Патриот на сбитие каждой российской ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен показать президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты, вице-президенту Камале Харрис и бывшему президенту Дональду Трампу план победы на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Продолжение следует...